Эх, спить бы вам сейчас арию, но арии не очень моде, заварить бы крепкий черный кофе. Но кофе на ночь не особенно полезен, остается только наслаждаться вечным роком. Присмотритесь к этим людям, видите, их множество. А кто причина? Присмотритесь вот к этим людям. Поняли, в чем подвох? Подвох в Сергея Маврине. Когда-то он играл в Арии, потому что у группы на тот момент был единственный на весь Советский Союз усилитель-маршал. Еще раньше он работал в группе «Черный кофе», но оставил и этот коллектив. Однажды он даже окунулся в попсовый мир шоу-бизнеса и сработался с Дмитрием Маликовым. Но бросил все и вернулся к любимому року. Каждое время по-своему интересно абсолютно. И выделить какое-то одно, я очень часто, так сказать, погружаюсь в воспоминания. Каждое время замечательное. «Черный кофе» – это вообще начало, открытие всего. Это адские поездки по полгода. Ария по-своему интересна. Конечно, это, наверное, самое яркое было время. Я даже период с Дмитрием Маликовым, это необходимость, я все равно вспоминаю с удовольствием. То есть там не было никакого негатива абсолютно. Мы не выпускали пять лет номерной альбом. То есть были работы, были концертники, были DVD, был мой инструментальный альбом, был сингл, но именно номерной альбом тематический, концептуальный. Это первый за пять лет после «Откровения». Одна из особенностей – мы вместе сочиняли материал. То есть не так, как раньше, например. Я закрывал студии, и все предыдущие работы практически были сделаны мной в одиночку, от первой до последней ноты. Сейчас в работе над альбомом принимала участие вся группа. Каждый приносил свои идеи. У нас несколько названий. Начинали мы с группы «Маврик». Потом с годами я осознал, что это абсолютно не металлическое название. То есть это не для группы, которая исполняет хэви-метал. А напоследок – умная мысль от умного человека. Хорошо отмечать, да, что чего-то достигли, но учиться – учиться всю жизнь. Я до сих пор учусь играть на гитаре, всегда про это говорю, и учиться буду еще долго.